Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, какие качества он ценит у вас и что будет делать, чтобы вас вернуть. Вообще, очень многие женщины, они строят неправильные отношения. Ну, тут винить их в чём-то, конечно, сложно, потому что у нас никто не занимается ни в школах, ни в институтах, ни в колледжах такому уроку, как построение отношений. Не знаю, почему мы к этому не пришли. Всё-таки, мне кажется, в 19 веке был же у нас благородный девиц, институт благородных девиц, где их учили строить отношения с мужчинами, хотя они учились в школах, где девочки отдельно, мальчики отдельно. И все офицеры, которые раньше были очень благородного рода, из рабочих крестьян никто же не шёл, офицеры в те времена, они брали именно женщин, девушек из института благородных девиц. У нас, не знаю, почему этого не строят, у нас все несчастливые, нету счастливых браков. Я не встречала за всю жизнь в своём окружении ни одной пары, которые были бы по-настоящему счастливы и к чему-то стремились. Вот весь брак состоит в том, чтобы поесть, родить детей, готовить, стирать, убирать. В лучшем случае там ещё какую-то дачу они построят, там редко-редко где-то путешествуют, да. Никто не развивается, не читает, не интересуется, там нету духовного роста. Ну, в общем, как бы вот это у нас очень сильно упущено в образовании. Я думаю, это надо как-то восполнить. Может быть, Министерство нашего просвещения, да, как бы обучения, воспитания, в конце концов, обратить на это внимание. Для того, чтобы сделали прямо вот такие уроки построения отношений, чтобы мальчики знали, какие они должны быть в семейных отношениях. Там девочки знали, какие будут обязанности и ответственности, какие они будут мамочки. Но мне кажется, это очень важная тема, и тогда люди не будут ходить по психологам. Я тут недавно смотрю какой-то интересный фильм на тему того, что кто такие психологи, да. Ну, психологи – это люди, конечно, которые учатся чисто в институтах и изучают учебники, да, как бы. Не подходя к человеку как к личности, если вот, например, маги-торологи, они подходят каждому человеку индивидуально, да, раскрывая его тайны души и подсознания, то психологи, они чисто изучают книгу. Может быть, есть такие какие-то продвинутые психологи, я к ним не хожу, не могу сказать, да, которые будут индивидуально подходить, и вы оплачиваете чек и просто разговариваете. Это вы можете так прийти к подружке, купить бутылку венца, да, и просто с ней разговаривать бесплатно, и она вам расскажет то же самое. То есть посещение психолога – это просто возможность выговориться. Возможность выговориться – это можно прийти ко мне на консультацию, в бесконечности выговариваться, да, хотя бы идете с результатом. То есть меня очень удивило, что если психология заключается, консультация именно в этом, то для чего люди идут? То есть, может быть, они не доверяют друзьям, знакомым, да, как бы поэтому не выговариваются. Но на самом деле нет гарантии, что этот психолог потом вот эти ваши истории не расскажет всему миру или там не напишет книгу, еще и указав ваше там имя, фамилия. Но это так мои какие-то мысли. Итак, смотрим, да, какие качества ценит он у вас, и что будет делать, чтобы вас вернуть. Вот по Плутону, когда идет информация очень расширенная, то она идет настолько много, что, может быть, я бы вам этого и не рассказала. Но тут как бы очень действует вот это вот то, что Плутон стоит в близнецах. Итак, качества, какие он ценит, что будет делать, чтобы вас вернуть. Вы разные. Да. Вы настолько разная, многократная. Вообще я бы сказала, что тут человек может быть помешан на Таро. Может быть, знаете, вот бывает у человека, в каждый период времени у него приходит как прозрение. Да, то есть он, например, там, отрицал Таро, и вдруг ему там, если вы на эту тему как-то разговаривали, вдруг ему пришла мысль в голову. А может мне заглянуть в Таро. Вот она мне говорит там, что она меня бросает, у нее другого мужчину, а я сейчас раз карты Таро открою, и там что-то увижу. Это мне одна такая знакомая говорит, ой, что там Таро. Я вот там типа в детстве гадала на Таро, и я как бы могу. Я ей говорю, окей, давайте я подарю книгу, давайте я подарю карты. И она посидела какой-то период времени, и через несколько месяцев говорит, ой, это так сложно, нет, я не потяну, я не буду это учиться, это так трудно и сложно. Это не просто сложно, это энергозатратно, да, то есть как бы человек тратит не просто энергию, он, во-первых, не просто должен изучать Таро. Там нужно знать настолько много для того, чтобы донести до людей, до клиента, чтобы человек ушел, знаете, с информацией о том, что он получил. Да, то есть есть какие-то такие практики, или не знаю, как их обозвать, чтобы не обозвать, да. То есть, например, они вам за ваши там, например, там 12 с половиной тысяч открывают три карты, отдают информации, ноль, и вы ушли. То есть вы с чем пришли, с тем ушли, только без денег, да. На самом деле, как бы Таро может открыть столько информации, что вы его выходите и думаете, ах ты гад, а я там думала, что ты там, да, строишь на меня планы, что у нас будет семья, что у нас будут дети, он вам морочит голову, там, вы уже говорите всем своим родственникам, подруге, а он просто развлекается, чтобы вас держать на связи. И вот когда у вас открываются глаза, это, знаете, вот такой гнев-негатив, вы хлопаете дверью и ищете уже нового адекватного мужчину, что вот, например, дает личные консультации на Таро. Итак, смотрим, да, какие же качества он ценит. Ну, во-первых, что вы веселая, интересная, прикольная. Кстати, он может даже ценить, что вы немножечко, ну, не то, что назойливая, вы можете писать первое, что вы, все, что вам приходит в голову, вы ему озвучиваете, что вы в открытую показываете стрессы свои, да, что вы хорошая партнерская такая, как бы, пара, которая может поговорить, что-то обсудить, и при этом там поругаться, покидаться подушками, там, покричать друг на друга. Вы вообще идеал женственности, красоты, коммуникации в нем, да. Сейчас он думает о том, что какой-то, конечно, кризис в отношениях, что вы такая загадочная, таинственная, как какое-то прошлое. Особенно, если вы его бросили, он думает, боже, какое у меня было с ней прошлое, какая она была классная, интересная. И у него постоянное воспоминание, что вы, вот, знаете, вот, очень такая от природы, не от сахи, а вот от природы, вот эта вот женственность, красота, и даже ваше доминирование, оно очень сексуальное. То есть он, как бы, принимает вот это все. Так, что у вас, знаете, как бы все время зарождалось какое-то новое общение, что находились какие-то общие темы, что с вами можно поговорить на любые темы. Сейчас вы к нему остыли, потому что были в любвеобильные, вы ушли в какие-то новые отношения, да. И смотрите, что вот вы выбираете себе мужчину, от которого вы сможете родить детей, сможете построить отношения, да. То есть вы как такая инста-самка, которая четко понимает, что ей нужен ресурсный мужчина, который что-то даст. Сейчас у вас к нему безумное отвращение, что его очень пугает. А у него безумная привязанность такая, знаете, какая-то глубокая, тяжелая, с какими-то эмоциями, такими тяжелыми эмоциями, да. То есть он не может отказаться от этой привязки и не знает, что ему делать. Он ценит вас верность, что вы можете, конечно, любить себя любимую. И, как бы, знаете, когда на вас все это раздражает и бесит, вы можете там, как бы, его все время там дразнить, там, бла-бла-бла. Я не хочу слушать, что ты мне говоришь, да. Как бы иди отсюда. То есть вот это какое-то вот ваше поведение именно цепляет, что вы его как отталкиваете и тем же самым притягиваете. То есть вы все время вот этот вот короткий линный поводок держите. Так, он, конечно, сомневается по поводу того, что он сможет вам перед вашей энергией дальше. Очень сексуально вы его притягиваете. У него прям зависимость вот от своих сексуальных каких-то фантазий. Они у него летают в голове, в воздухе. То, что он скрывает, что он вам фантазирует. Если вам ночью снится эротические сны, это именно его фантазии, которые он там ночью фантазирует. Да, вот в вашу сторону. Ваша агрессия его безумно притягивает. Знаете, это дороже золота. Вот для вы для него весь мир. Мир красоты, молодости, притягательности. Даже если вы там что-то на него магичите, там, да, и гадости какие-то делаете, все равно вы красотка. Вы можете притягивать тем, что вы знаете, не знаю, события в мире, там, историю мира, там, да. То есть вы ему как мир открываете. Такой интеллектуальный, да. То есть он может этот мир откатывать, но ничего не знать. А вы можете никуда не кататься, но много читать и ему давать информацию. То есть вы золото такое. Клад женщины. Императрица, умница, красавица. Можете быть по возрасту старше. Могли быть замужем. Есть определенный опыт. Сейчас он считает, что вы от него отказались, да. Но у него все равно такая эйфория. Даже если вы ушли в загул, да, там, как бы, и можете себе это позволить. И вы женщина, которая себя ценит и уважает. Вот здесь вы можете, кстати, проигрываться, как женщина старше по возрасту или мудрее. Такая, да. Но при этом можете быть компанейской, интересной, там, зажигать и, там, не готовиться к пенсии, например. Он считает, что у вас очень душевная чистота, и вы очень сама по себе чистоплотный, вкусно можете пахнуть. Рассудительная. Такая, да. Вот. Что вам скучны разговоры о любви. Он считает, что вы классный друг. Классный друг, заботливый, внимательный. Вот это вам не надо 30 раза про любовь говорить. Вам нужны все время доказательства. Как бы тяжело ему не было, он бросать вас не собирается. Да, на него очень сильно влияет общественное мнение. Что скажут люди, семья, общество, там, не знаю, мир. Все для него это. Но огонь, который горит в его душе, страсти, сексе, да, именно связанный с ревностью, ему даже приносит счастье и удовольствие. У него сейчас наступает такое прозрение, что именно она меня цепляет, она воодушевляет. Да, она там не идеал, как бы, допустим, как у них там принято. Но в любом случае такой он не встречал. Что он тут, смотрите? Ну, он завидует. У него такая зависть, зависть к тому, что вы с кем-то. Он чувствует себя брошенным, одиноким. Знаете, как одинокий волк никому не нужен. Его это мучает. И понимает, что ситуация очень шаткая. Что ваша пауза затянулась, обиды большие. То есть зацепили еще мужское эго. Он даже может плакать. Вот. Он, конечно, думает, что вы, как мамочка, его там ругаете, конфликтуете, строите, воспитываете, направляете. Да, но вы женщина, да, как бы от слова женщина. И у вас очень много общих интересов. Вам друг другом интересно, весело, привлекательно. То есть есть темы, которые вам реально нужны. И что, знаете, он смог с вами стать вот реально таким джентльменом, да, как бы вырасти как мужчина. И здесь еще привязывает тем, что он подвампиривает у вас энергию. Сейчас он, конечно, думает о том, что, да, вы занимаетесь самолюбованием, такая, что вы умеете морочить голову, чтобы куда-то уехали. И вы такую месть ему устроили, что мучайся, да, как бы захлопнули дверью, там, страдай, мучайся, я без тебя проживу, я вообще тут, как бы, красотка, и таких в очередь стоит. И в директе стоит у вас вся Турция. Как-то вот так вот. Он думает, что на вас большая там очередь. Очень считает, что вы благородны. Есть такие смущения по поводу вашей тяги к эзотерике, но он приветствует. Вот. И это приветствует именно с тем, что он считает, что вы как-то благородно в этом во всем разбираетесь, знаете, знающие, интересно, отдающие. Бывает, знаете, вот как бы, кто учился в какой-нибудь хотя бы магической школе, не лже школы, их такое огромное количество, а вот именно когда вам попадается классный преподаватель, вот у меня была классный преподаватель такая Айна, которая давала столько знаний. И вот ее слушаешь и воспринимаешь все по-другому, да, то есть история преподносится с магической точки зрения, там, да. Какие-то целительские наклонности с магической точки, то есть открываются такие секреты и тайны. Вы нигде этого в интернете не прочитаете, потому что интернет засорили таким огромным количеством лжеинформации о магии, что когда читаешь вообще волосы дыбом. И когда приходит клиент и спрашивает то, что он прочитал в интернете, ты даже не понимаешь, где он эту информацию вообще откопал. А есть высокие знания, такие, знаете, вот тайные знания, которые, ну, это только наработки личные, да, это люди, которые работают в этом направлении. Причем они кандидаты медицинских наук, они там не просто какие-то лжеучителя, да, которые давали вот реальные такие знания. Смотрите, какой он у вас еще тут видит. Он, конечно, вас видел удобный, комфортный, такой рубаха-парень в чем-то, да, в чем-то сдержанная. И сдержанная именно как девушка. При этом он понимает, что вы можете быть в любви обильной такой, эмоциональной. Вы не зацикливаетесь на том, что скажут люди или как скажут люди. Вы немножечко ниже социального уровня, чем он, да. Он понимает, что, конечно, в доме, в доме, в вашем доме, да, то есть ваша семья-дом, это немножечко другой уровень. Поэтому у вас воспитание более открытое, более эмоциональное, то, что думаете, говорите, за словом карман не лезете, острое словцо, как бы там, да, можете сказать. То есть у вас, как знаете, быстрая реакция такая, то есть вы не думаете, как ответить, а вы реагируете быстро, да, то есть такая молниеносная реакция. В чем-то считает, что вы двуличная, вот, но без вас рутина, скукотища, магнитом вы к нему тянете, потому что вы женщина по судьбе пришли. Вот. И подарок судьбы, и он считает, что вы ждете подарков, вы хотите денег, вы хотите вложений, доказательства его каких-то, вы умеете состязаться, перетягивание каната, вы очень спортивные, активные. Словесно можете поддержать, вот такой запретный плод, он безумно у вас выблен, у него такой, знаете, сексуальный потенциал в вашу сторону стоит, то есть когда он с вами переписывается, он может просто вот реально возбулбаться. Вот. Понимает, что вы будете манипулировать в семье, а он хотел бы, чтобы вы были такая марионетка в семье, но понимает, что нет, не получится так. При этом вы очень гармоничная, очень конфликтная, но при этом не вспоминайте никогда вот эти вот, знаете, не везете возики из прошлого, а начинайте разговор, на следующий день как ни в чем не бывало. Считает, что вы такая меркантильная проститутка, да, которая только проститутки хотят или экскортницы хотят деньги за какие-то свои услуги, то он считает, что вот это вот у вас есть, да. Но, но, как праведник, он считает, что и это правильно, и это все правильно, да, то есть вот нет у вас ничего неправильного. При этом он считает, что у вас здоровое соперничество, постоянная переписка, да, магнетически его привязываете, и вы еще такой наставник, и страстная, такая эмоционально страстная, когда, знаете, вот он когда переписывается, он возбуждается только от первого вашего, пошел ты, да, и у него уже вот такое вот сексуальное возбуждение. Кому необходим полный разбор ситуации или отношений, вы можете записаться ко мне на консультацию. Субтитры создавал DimaTorzok